Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Наши делегаты. 33 попручанина представят город на Всебелорусском народном собрании. У нас сейчас действительно голод в хороших профессиях рабочих. О чем будут говорить. Наплевал на ПДД. Госавтоинспекция провела очередной рейд. Было выявлено 345 нарушений правил дорожного движения при проезде перекрестков на запрещающий красный сигнал светофора. Кто не уехал от закона. Коллективы любительский уровень профессиональный. Во Дворце искусств прошел областной театральный конкурс. Зараз начался первый этап. Чем удивили жюри. А также последние приготовления, транспортный налог и образование высокого качества. В Беларуси растет число иностранных студентов. Из каких стран едут за дипломом. До Всебелорусского народного собрания остаются считанные дни. Пройдет политический форум 11-12 февраля в Минске. Главный документ программы социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. Продолжая свою подготовку и делегаты. Главная миссия народных избранников – найти ответы на вопросы, которые в первую очередь волнуют людей. Дворец искусств. Главная концертная площадка Бобруйска. Уступление известных артистов – уникальный шоу «Главные городские мероприятия». Всегда на высоком уровне. Зритель видит готовую картинку. За кулисами же работа огромного коллектива. Во главе которого – Инна Новикова. В должности директора с марта 2017-го. По сложному списке также работы в системе образования, исполнительной власти и социальной защиты. Понятное дело, что может возникнуть вопрос, какое отношение к культуре я имею. Но, во-первых, я занималась в детстве в музыкальной школе и в хоровой студии. Поэтому немножко творческие процессы мне знакомы. Но в большей степени свою деятельность на посту директора я рассматриваю как административно-хозяйственную, управленческую. Поэтому весь мой предыдущий опыт этому способствует. Статус концертной площадки номер один обязывает ко многому. Чтобы соответствовать такому званию, постоянно ведется кропотливая работа по улучшению технических начинок Дворца искусств. Так, например, в 2018 году появились новые экраны – подарок Китайской Народной Республике. В этом планируют обновить освещение. На Всевелорусском Народном Собрании только культурой делегат Новикова ограничиваться не планируют. Также в топе вопросов – образование, социальная сфера, экономика. Государство должно быть сильным. Но сильным может быть государство только то, в котором человек на первом месте. Когда в каждой отдельной семье будет благополучие, будет спокойствие и мир, тогда и в государстве будет благополучие, спокойствие и мир. Это можно сделать только всем вместе. Конечно, она достойна быть делегатом. Как директор она очень талантливый руководитель. С ней работать комфортно, легко. И как человек она очень замечательная женщина. К ней всегда можно обратиться по любому вопросу. Успешное государство – это в первую очередь сильная экономика. Например, эффективная работа промышленного сектора. Побрус Агромаш в этом плане – один из лидеров не только в области, но и республики. Заслуга в этом – всей команды холдинга. Руководит гигантом вот уже два года Надежда Лазаревич. За такой небольшой промышлоток времени предприятие показывает феноменальные результаты. Объем производства вырос в два раза. География экспорта – 50 стран мира. Складские запасы не превышают 22%. За 2020-й средняя заработная плата составила 1 тысячу 100 белорусских рублей. Мы уже начали заниматься модернизацией. Мы попали в результате хороших показателей в объеме экспорта и в объеме производства. Попали в программу развития машиностроения. И за последние два года мы получили и смогли приобрести оборудование на 5 миллионов долларов США, которое установлено на территории Побруск-Агромаша. И мы планируем в течение двух лет оснастить полностью окрасочную линию, переоснастить. На всебелорусском забрании делегат Лазаревич главным вопросом для себя ставит поднятие престижа рабочих специальностей. Начинать необходимо со школы, уверена Надежда Анатольевна. Один из вариантов – это показывать ребятам производство, то есть дать возможность попробовать профессию руками. На моем заводе работает больше двух тысяч человек, и в основном это женщины, мужчины, имеющие рабочую профессию. Поэтому я бы хотела поднять вопрос о том, чтобы фразы «Не сдашь экзамен и пойдешь в ПТУ» не было бы угрожающей фразы. Любая профессия нужна и очень важна. И у нас сейчас действительно голод в хороших профессиях рабочих. Стоит отметить, Надежда Лазаревич 11-12 февраля в Минске будет представлять Белорусский союз женщин. Роль представительницы прекрасной половины человечества огромная – это развитие семьи и улучшение демографии. И здесь не обойтись без качественной медицины. Настоящим экзаменом для белорусских врачей стал коронавирус. Отличный результат в борьбе с инфекцией показал высокий уровень системы здравоохранения, уверена главврач третьей поликлиники Наталья Кизимова. Заслуга в этом и государство. В рамках дальнейшего развития здравоохранения нашей страны необходимо укрепить позицию врача общей практики, уделить внимание развитию здоровья сберегающей среды, поскольку это основные факторы реализации профилактического направления нашего здравоохранения. В третьей поликлинике уже давно взяли за привычку внедрение современных технологий. Например, в учреждении работает колл-центр. Граждане, не выходя из дома, могут получить ответы на все вопросы. Как признаются сотрудники, огромная заслуга в этом и главного врача. У нее я много чему учусь. Учусь постоянно. То есть это и как руководитель она учит, соответственно, справляться со своими подчиненными, руководить своим отделением. Так же, как и человек, она может и советом где-то помочь. Шестое Всебелорусское собрание, напомним, пройдет 11-12 февраля в Минске. В центре внимания программа социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. Максим Киммель, Аванес Степанян, Максим Галенка, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 247 703 пациента с COVID-19. Зафиксированы 259 499 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 586 633 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Количество инфицированных COVID в мире приближается к 107 миллионам. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает позитивный тренд. Число заражений идет на спад, хотя и остается достаточно высоким. В то же время ВОЗ предостерегает. Европу ждет атака британского штамма. Как отмечают эксперты, он начнет доминировать уже в скором времени. В Народное вече, доходы от услуг и суровая зима. 9 февраля объявлен оранжевый уровень опасности, что покажут столбики термометров. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Основные направления подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания сегодня в фокусе внимания президента. И хотя готовились к форуму задолго, в последние дни предстоит напряженная работа. Это связано в том числе с подготовкой материалов для участников и доклада главы государства. Как отметил Александр Лукашенко, в основу его выступления лягут результаты большого социологического исследования, проводимого по всей стране в два этапа. Плательщиками транспортного налога будут более 2 миллионов белорусов. Сейчас формируется база автовладельцев. Напомним, он пришел на смену госпошлини, привязанной к техосмотру. Цена зависит от массы и года выпуска авто. Для тех, у кого машина не на ходу и ремонт не планируется, лучше снять ее с учета. Иначе придется платить. С тех, кто просрочит уплату нужные суммы, взыскивать будут по решению судебных или нотариальных органов. 47 миллионов рублей получила Беларусь от так называемого налога на Google. Сумма за 2020. Напомним, с начала 2018 в нашей стране иностранные организации, которые оказывают электронные услуги гражданам, платят НДС. Эксперты отмечают очень высокую динамику поступления этих платежей. Ежегодный темп роста более 40%. Количество иностранных, обучающихся за пять лет в Беларуси, увеличилось на 35%. Такую статистику озвучили в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, больше всего на учебу молодежи приехала из Туркменистана, Китая и России. Всего 26 тысяч молодых людей из 107 стран мира. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 февраля. На большей части территории страны пройдет сильный снег. Прогнозируется метель на дорогах снежные заносы. На отдельных участках, возможно, гололедится. Ветер прогнозируется восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать до 21 градуса со знаком минус. Госавтоинспекция продолжает мониторинг дорожной обстановки. На этот раз в центре внимания любители проскочить на красный. В рейд отправилась и наша съемочная группа. Светофор простой, такое нужное изобретение. Красный стой, желтый – внимание, зеленый есть. С уверенностью можно сказать, что водители знают эти правила. Но ведь знать их не означает выполнять. Причина остановки – проезд на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на Минск, и автомобиль двигался в сторону выезда из города. Сильно торопился, признается водитель. Инспектор не преклонен. Мужчина привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. С начала текущего года сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 345 нарушений правил дорожного движения при проезде перекрестков на запрещающий красный сигнал светофора. Госавтоинспекция напоминает, ехать на красный не только опасно, но и финансово невыгодно. Если в первый раз придется заплатить от одной до пяти базовых, то уже при повторном нарушении от пяти до десяти. Максимальный штраф – 290 рублей. Не стоит забывать и о погодных условиях. В зимний период следует неукоснительно соблюдать правила, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения. Водителям необходимо помнить, что подъезжая к пешеходным переходам либо перекресткам, нужно заранее притормаживать и сбавлять скорость, так как там наибольшая вероятность образования гололеда и торможения других водителей. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Драмы, сказки, баллады, сюжеты по Гоголю и даже мюзикл. Во Дворце искусств прошел областной смотр-конкурс «Удалоньях моей Беларуси». Режиссерская задумка и оригинальность ее реализации – актерское исполнение, декорации, музыкальное сопровождение и эмоциональность. Пять творческих коллективов из разных городов области сегодня пытались покорить строгое жюри своими театральными постановками. При этом дети выступали наравне со взрослыми. Организатором конкурса з'является областный методичный центр народной творчести и культурно-осветнической работы. Конкурс проходит у два этапа. Зараз начался первый этап. Огляд коллектива будет проходить в трех региональных зонах – это в городе Бобруйску, в городе Могилеве и в городе Черекове. Итоги областного осмотра конкурса будут подведены 26 марта в Могилеве, где определят победителей в различных номинациях. Кульминацией станет большой гала-концерт. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»